господа я вас приветствую на своем канале с вами андрей пивный дел мастер и сегодня мы будем разливать на карбонизацию нашу garden который мы варили вот в этом видео но сперва у меня для вас есть две новости одна очень хорошая другая очень плохая хочу начать с хорошей благодарю своего подписчика анатолия который мне снова подогнал порядка пятидесяти штук бугельных бутылок 05 бугельные бутылки с бугельными пробками толик большое тебе спасибо это реально классные подарки реально классные подгоны это была очень хорошая новость на которую мне реакция вот такая вот теперь вместе очень плохая новость очень плохая для меня собственно вы собственно вы знаете что я собирался ехать на пивной фестиваль на конкурс и на конкурс со своим пивом вот этим пшеничным хугарденом и не только но вот зачитываю вам объявление с этого с этой группы вконтакте где должен был быть фестиваль зачитываю объявление организаторов и так цитирую не совсем добрый день участники и гости фестиваля по независимым от нас причинам мы вынуждены отменить проведение фестиваля в этом году приносим свои глубочайшие извинения и надеемся на понимание сама идея проведения фестивале не потеряла актуальности поэтому мы надеемся на активный интерес к нему в следующем году скорее всего весной с заявленными участниками мы свяжемся дополнительно то есть друзья мы готовились конкурсу варили пиво но его по независимым причинам не от меня не от организаторов этот конкурс не состоится но ничего страшного как говорится мы готовились все равно пиво мы сварили сегодня мы будем его разливать на карбонизацию карбонизировать будем декстрозой бутылки сейчас уже уберу на вторичном брожении у нас наш хугарден провел 8 дней кстати вот эта крышечка это от подобного ведра только от другого тоже 33 литрового такая веселая крышка лайк так сейчас мы снимаем это пиво с осадка и переливаем в емкость где есть краник как раз потому что отсюда развивать по бутылкам кране неудобно все емкости чистые в йодной воде прополосканы продезинфицированы все все что к чему будет прикасаться пиво тоже чистое и продезинфицировано краник закрываем и сейчас переливаем наш хугарден во вторую емкость пока будет перелив я хочу вам рассказать одну интересную особенность вы помните что мы перелили в две емкости одну 20 литровую стеклянную бутыль под горлышко и у нас еще было во втором ведре 15 литров не до горлышка в чем было отличие ни там ни там пиво не с кислым потому что ту емкость я уже перелил а эту мы сейчас переливаем я эту же на карбонизацию разлил в чем был нюанс в бутылке стеклянные залиты под горлышко гидрозатвор работал все это время даже сейчас когда его снял со вторички он еще булькал в ведре которая 15 литров было то есть на половину полная гидрозатвор не работал вообще он сразу с самого начала уравнялся и больше никуда не шелохнулся ничего с ним не происходило но пиво добродило до двух процентов остатка сахара и не прокисло но гидрозатвор молчал поэтому я сейчас веду к тому что мне очень много пишут просьб пояснить почему не работает гидрозатвор на вторичном брожении потому что слишком много воздуха под завязку если мы забиваем то тогда гидрозатвор работает отлично и сигнализирует о том что брожение идет если емкость полупустая то выделение углекислых газов не настолько много чтобы передавить то есть этот углекислый газ он блок блуждает вот в этой свободной емкости воздушные вот и все по запаху просто обалденное пшеничное пиво конечно вот цедра апельсина уже ушла довольно явно от нее остался только легкий аромат который уловим и мы сейчас его попробуем еще зеленый он наверное на вкус будет ловим но это уже не тот аромат цедра апельсина который был при переливе с первичного брожения уже вкус начинает балансироваться мы начинаем получать как говорится зеленое пиво а потом недельки через две мы получим созревшую пшеничку также отвечая на очень частые комментарии к видео про хугарден зачем я переливаю на вторичное брожение именно пшеничного пива и все правильно люди спрашивают потому что для пшенички характерен дрожжевой осадок дрожжевой привкус но лично мне просто не очень нравится когда много дрожжей мне не очень нравится когда ты открываешь бутылку и там вот столько дрожжей которые всплывают и чисто делаю для себя чтобы вкус был чище чтобы запаха дрожжевого было меньше и ну чисто такой эстетический момент так и И так, господа, давайте продезинфицируем нашу тару. Делать мы это будем йодной водой, с помощью специальной бутылки, которую вы все знаете, и работает она вот таким вот образом. Нажимаем. Йодная жидкость ополаскивает всю полость нашей бутылки. Тем самым производим дезинфекцию. Что ж, подготавливаем всю нашу тару. Пробки, пробки и крышки для бутылок из-под шмеля находятся в йодной водичке. Здесь на полу стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 посуду мы вымыли вся чистая блестит не капельки заразы отставляем нашу бутылка мойку карбонизация карбонизировать будем декстрозой 5 грамм на пол литра я давно уже понял для себя что мой уровень карбонизации тот который мне нравится это 5 грамм столовая ложка но такая без фанатизма без горочки на бутылочку 05 это отличная карбонизация с пеной с газиками вот такая карбонизация это мой выбор это мой на мой вкус у вас может быть другие предпочтения но я уже давно давно карбонизирую все пиво который варю одинаково потому что тот уровень карбонизации которые для себя подобрал он мне и нравится и это 5 грамм на бутылку 05 сейчас и будем собственно вносить нашу декстрозу полтора литра значит три ложки в каждом розове на карбонизацию одну бутылку я всегда беру прозрачным чтобы наблюдать за цветом открываем шланг и начинаем розлив цвет на мой взгляд крайне похож мне кажется на 98 99 процентов цвет того что у нас получилось похоже на цвет именно бельгийского вид берах у garden вот уже даже пенка образовывается такая же абсолютно белая мелко дисперсная как мне нравится в принципе у всех пшеничных когда я варил но это именно из-за пшеничного солода пена вот она такая всегда меленькая меленькая я думаю если мы попали бы на конкурс все таки люди бы оценили бы этот эту варку это пиво да и не только это я же там сорта 4 собирался вести у меня теперь у меня теперь по секрету друзья пиво ставить некуда у меня все заставлено им порядка порядка 80 литров пиво так ну давайте на дегустацию зеленого пивка попробуем мутная очень светлая как и подобает хугардену пшеничному видберу бельгийскому пиво очень зеленая конечно же она не созрела по запаху ну пока мы переливали туда-сюда чувствуется дрожжевая составляющая но также чувствуется вот это пшеничная солодовая нотка с как раз таки вот и запахом и кориандра и цедры апельсина давайте попробуем оно не прокисло абсолютно не прокисло что меня очень радует но газиков мало собственно я конечно покупной хугарден пил давно и мы на дегустацию возьмем покупной и этот но что-то мне подсказывает очень похоже очень похоже но с другой стороны почему оно не должно быть похоже ведь варим то из тех же ингредиентов по сути то доливать нужно разливать бутылки повторюсь нужно как можно больше как можно под горлышко чтобы меньше оставалось воздуха воздух для пива зеленого и для пива на созревание это очень плохо воздуха должно быть оставаться как можно меньше вот мы будильную бутылочку наполнили и пробочкой просто прикрыли сейчас дрожжи начнут питать сахара и вытеснять и выделять начнут углекислый газ углекислый газ будет вытеснять кислород и пока я разолью сейчас на все бутылочки углекислый газ вытеснит кислород и мы защелкнем бутылочку что означает что там воздуха не будет ну или будет в очень минимальном количестве который не приведет ни к окислению ни к прокисанию нашего пива то же самое с бутылочками из под шмеля я их наполню крышечку положу сверху и пока буду разливать закрывать углекислый газ вырабатываемый при работе дрожжей которые будут поедать нашу декстрозу вот это углекислый газ он вытеснит вытеснит остатки воздуха и там его не останется что нам и нужно но даже зеленое пиво очень вкусная прям вот нотки тропического но я понимаю что это как раз и апельсиновые нотки вот они прям сразу чувствуются особенно на выдохе когда выпил хлоток и выдыхаешь прям как будто вот мультифруктом найти высокий фруктовый мультифрукт вот как будто им выдохнул что мне еще очень нравится так это вот реально очень мелкая мелкая пенка она такая красивая и прям белая как молоко не кремовая не коричневая там чисто белая как снег кстати возвращаясь к запасам вот хотел думал на этом фестивале у меня как раз и поубавится и бутылки освободятся но вот теперь видите ли надо будет дегустацию с друзьями по расширенному регламенту устроить чтобы тару под освободить потому что в принципе в принципе у меня все полки заняты и бутылки тут нужно варить есть мне идеи по следующему пиву но нужно освободить тары но ничего я думаю разберемся в итоге мы получили с этой емкости 21 литр пива марки вид бир под названием hoogarden 21 литр и один бокал зеленого пива мне в награду который я перед сном употреблю что мы имеем сейчас бутылочки разлили мы сейчас будем закрывать бугельные бутылки закрываются очень просто защелкиванием защелкиваем 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 как мы закрываем пластиковые бутылки пластиковые бутылки воздух мы поджимаем поджимаем чтобы воздуха не осталось и затягиваем закручиваем хорошо не переживайте что они сейчас бутылки у нас смялись через уже день-два карбонизация их так разопрет что мы их не прожмем но зато отсутствие воздуха в бутылки никоим образом не испортит наше пиво наоборот именно воздух после брожения губит все наше пиво поэтому как можно меньше контактов с воздухом и теперь у нас остались бутылки из-под шмеля на которой у меня есть вот такая вот специальная укупорка для пивных бутылок все просто элементарно надавили и закрыли надавили и закрыли что мы делаем теперь теперь мы берем каждую бутылку и размешиваем в ней сахар заодно проверяем не шипит ли пробка так мы делаем с каждой бутылкой и относим в темное место при комнатной температуры надо на созревание пшеничное пиво самое выгодное его сварил и можно быстро пить с ячменным не так все просто ну что ж перед употреблением охлаждаем до 10 градусов за одной дрожжи поплотнее присядут не будет ни запаха ни вкуса ну что ж друзья спасибо что досмотрели это видео если оно вам понравилось поставьте лайк поделитесь с друзьями новым удачи и пока